Здравствуйте! 125 выпуск журнала происшествий получился какой-то криминально развлекательный. Вероятно, потому что весна толкает людей на странные поступки. Бандиты на большой дороге появились в Алтайском крае. Преступление зафиксировано на федеральной трассе М-52 в Тольменском районе. Трое парней, уже имеющих судимость, ограбили продавца меда. Дорожный торговец беззаботно сидел в машине, ожидая клиентов. С визгом тормозов рядом с ним остановилась Волга. Из нее вышли трое в нетрезвом виде и начали требовать от продавца подарить им часть товара. Когда получили отказ, ударили парня. Взяли 3 литра медового напитка, килограммовую баночку меда и уехали. Найти грабителей помог видеорегистратор, установленный в автомобиле потерпевшего. Ими оказались жители Первомайского района, которым по дороге домой нестерпимо захотелось сладкого. Двоих подозреваемых полицейские уже задержали, третьего ищут. Устанавливают стражи порядка и местонахождение еще одного злоумышленника. В Бийском районе на 59-летнего мужчину напали двое парней и отобрали сотовый телефон. Спустя несколько минут полицейские раскрыли преступление. Вы что, за что вообще? Я просто не представляю. Вы что, кого? Одного из грабителей нашла служебно-розыскная собака по кличке Харт. Она привела кинолога в подъезд многоэтажного дома неподалеку от места преступления. Здесь под лестницей и прятался 19-летний задержанный. При досмотре у него в носке полицейские обнаружили сотовый телефон пострадавшего мужчины. Кто был вторым нападавшим, сейчас выясняют правоохранители. Кстати, бельгийская овчарка уже не первый раз помогла быстро раскрыть преступление, несмотря на свой небольшой рабочий старшек. Собака проходила обучение в Сузово-Ростовской служебно-розыскной школе города Егорьевска, Подмосковной областью, окончила с отличием, с красным дипломом. Приступила к обязанностям 1 января 2015 года. С 1 января 2015 года по 17 марта при помощи данной собаки мной было раскрыто 5 уличных грабежей. Раскрыли полицейские и грабеж в Заринске. 28-летний парень зашел в торговый павильон в маске на лице и с ножом в руках. Он ударил кулаком по голове девушку-продавца и потребовал деньги. Она отдала 3000 рублей и вызвала стражей порядка. Они достаточно быстро нашли подозреваемого, но тот успел потратить часть награбленного. За разбойное нападение парню грозит уголовный срок. Тем более, что он уже был ранее судим. Бывалые рецидивисты из Ребричинского района, похоже, не пьют из мелкой посуды. Им подавай объемы побольше и градусы повыше. Через окно чужого жилища двое мужчин вытащили тяжелейшую флягу. Интерес к ней воришки проявили неспроста. И цвет мет тут ни при чем. Внутри находилось 38 литров домашнего горячительного напитка, которым дядьки и собирались обмыть удачный незаконный поход. Хочется сказать, собутыльников, но тут больше подходит софляжников. Установили полицейские и задержали. Ущерб оценен в 2500 рублей. Это стоимость металлической емкости, а не его содержимого. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кстати, самим самогонщикам вряд ли грозит какая-то ответственность. Как пояснили правоохранители, законом не предусмотрено наказание за изготовление натурпродукта. Только за его продажу. Любителей больших размеров задержали и в Барнауле. Здесь тоже двое мужчин похитили 9 аккумуляторов с грузовых автомобилей. Злоумышленники заранее присмотрели стоянку, где ночуют тяжеловесы. Дождались, когда охранник уснет, и приступили к делу. С пяти грузовиков сняли 9 аккумуляторных батарей. Загрузили их в свое авто и пытались отвезти в пункт приема. Но на машину, совершающую странные маневры при виде ГИБДД, обратили внимание сотрудники ДПС. Они-то и задержали воришек, которые признались в краже. Весенние дороги, пожалуй, самая актуальная тема сейчас для многих. Особенно автомобилистов. Кто-то тонет в лужах, кто-то буксует в подтаявшем снегу, а кто-то скользит. В интернете есть ролик, который называется «Закрученный сюжет». И неспроста. В одном из городов нашей родины, к середине марта, снег уже растаял. Многие автомобилисты переобулись в летнюю резину. Но тут вновь пришла зима, и некоторые дороги превратились в каток. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я понял тебя, братан. Братана так закрутило по дороге, что если бы он не задел припаркованную четверку, то это было бы просто красивейшее зрелище. Но фигурное катание, похоже, не для джипов. Поэтому высшую оценку жюри вряд ли бы поставило за чистоту исполнения. Но техника неплохая. Остановим? Нет. Ой-ой-ой. Прошел? В ожидании лета не спешите переобуваться и переодеваться. Весенняя погода обманчива. Берегите себя. Увидимся через неделю. Продолжение следует...